Тверской суд Москвы назначил повторно 15 суток административного ареста Леониду Гозману. За последние три месяца его задерживали уже четыре раза. Сейчас Гозману предъявили обвинение за пост в своем блоге, где он сравнил действия военнослужащих НКВД и СМЕРШа с работой подразделений нацистской Германии, Гестапо и СС во время Второй мировой войны. После того ада, который вы прошли, вам сейчас ничего не угрожает, скажите? Нет, нет-нет. Ну и потом, понимаете, называть то, что я прошел адом, но это не очень как бы корректно по отношению к тем, кто действительно в аду. Я был в самом первом, если не в нулевом круге этого ада, а вот люди, которые сидят, знаете, в колониях строгого режима, и которых сажают в ШИЗО, это действительно страшно. Я, в общем, имел небольшое приключение. Оно осложнялось объективно тем, что я был сразу после больницы, куда попал как-то совершенно для себя неожиданно полтора недели. Ну, а во-вторых, конечно, психологически, поскольку я думал, ну, как бы все основания были считать, что я оттуда не вырвусь вообще никогда. Вот это было неприятным таким моментом, честно говоря. Вам 72 года, вас посадили сперва на 15 суток, потом вы уже должны были выйти, вам дали еще 15 суток. Да, это очень драматично происходит. Ты забираешь свои вещи, тебе их отдают, ты расписываешься, они дают тебе справку, что ты отсидел, я ее в Фейсбуке опубликовал. Дальше они открывают дверь во внутренний дворик, ты выходишь, а перед тобой стоят триамбалы в форме и подан автозак. И ты едешь обратно в отделение полиции, потом обратно в суд, потом обратно сюда, все удовольствия. Когда они меня арестовали второй раз, то, в общем, как-то уже никаких сомнений в том, что это вовсе не сигнал на выезжай наконец, а что это подготовка уголовного дела уже серьезного не было. А уголовное дело – это срок. А срок, ну, знаете, тюрьма не для человека моего возраста. В российской тюрьме люди моего возраста умирают очень быстро. Я бы тоже, конечно, быстро умер. То есть, речь была именно о пожизненном заключении. А вам намекали, что давай уезжай отсюда? Ну, вы знаете, я думаю, что мне намекали много раз. Во-первых, в мае месяце мы с женой были на несколько недель в Европе. Мы не уезжали, а выехали, так сказать, с возвращения. Меня сделали иностранным агентом. Пусть еще было понятно, что мне все говорили, что возвращаться нельзя. Мы подумали, решили вернуться. Потом, когда мы приехали, то на мне зависла система. И меня очень долго не пропускали через границу. Потом пропустили. Потом открыли уголовное дело за то, что я не вовремя известил родную власть о двойном гражданстве, о израильском гражданстве. Я известил, но действительно не в 60 дней, а позже. Это административный штраф от 500 до 1000 рублей. Открыли уголовное дело. Потом открыли уголовное дело против моей жены за то же самое. Чего я им уже не прощу, потому что, ну, сволочи, ко мне претензии. Ну, хорошо, иметь дело со мной. Потом меня объявили в федеральный розыск. Просто так. И арестовали в метро. Так что предупреждений было очень много, естественно. Что вам инкриминировали, когда вам дали первые 15 суток, да и вторые? Мне инкриминировался пост 2020 года, где я говорил, что Сталин хуже Гитлера. Потом повторное правонарушение. Это классно. Оно было совершено в 2013 году. То есть, первое в 2020, а повторное в 2013. Ну, так было написано в протоколе. Там я сказал, что СМЕРШ отличался от СССР только форумой. Ну, вот. За этот туризм, я бы сказал, меня и сажали. Ну, совершенно очевидно, что они хотели открыть уголовное дело по фейкам, по шпионажу в пользу Гондураса. Ну, в общем, что-нибудь вот такое. Вот. А отпустили меня, как мне кажется, чудом. Я думаю, что... Ну, мне очень много народу пытались помочь разными способами. Вот. Я всем бесконечно благодарен. Вот. Всем, кто говорил, писал, пикеты проводил. Пытался как-то интриговать на разных уровнях. Вот. Я очень благодарен Российскому еврейскому конгрессу. Я благодарен израильским дипломатам, которые там тоже готовы были включиться. Что сработало, я не знаю. Я не знаю. И я даже подозреваю, что ничего не сработало. А сработал бардак российский очередной. Дело в том, что у нас же нет системы права. У нас ручное управление, да. А я имею честь и удовольствие быть личным врагом Владимира Владимировича Путина. Он меня хорошо знает. И неоднократно уже разное распоряжение относительно меня давал. Поэтому, видимо, какие-то действия по отношению ко мне требовали его кивка. А в эти дни они были очень заняты. Они воссоединяли исконные русские земли с нами, да. Вот. Они проводили мобилизацию. И, видимо, им было как-то... Вот никто не мог как-то принять решение. А я улетал ночью. Три часа ночи. Вот. И я прошел легко в границу. Но потом мне говорили, что после этого начался базар между разными ведомствами. Одно ведомство говорило арестоваться. Другое ведомство говорило, мы вам не подчиняемся. И так далее. А поскольку это была ночь, то они как-то не смогли. И там даже был такой момент. Я сижу, значит, вдруг рейс откладывается на полтора часа. Мой. Вот. А потом через полчаса его восстановили. На прежнее время. На прежнее время. Вот. Ну, вот так. Я сейчас сильно подозреваю, что если бы мне билет взяли не три часа ночи, а, допустим, не знаю, на одиннадцать утра, то, может быть, я бы сейчас не имел удовольствия с вами разговариваться. Как вам все делать этот месяц? Достаточно легко. Достаточно легко. Знаете, об этом уже многие говорили, что охрана к политическим доброжелателям. Очень доброжелательно. Ну, знаете, даже был такой момент. Классный совершенно. Через пару дней после освобождения получаю на телеграмму или на что-то. В общем, получаю записочку такую. Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Это там, условно, Вася. Сержант там. Сержант Вася из спецприемника номер два. Скажите, пожалуйста, как вы добрались? Как вы себя чувствуете? Мы все очень за вас успокоимся. Вот. Я был польщен. Естественно. Нет, совершенно нормально. Ну, там было холодно. Действительно. Потому, что просто в этом доме была какая-то авария. Ну, в этом здании. В Москве было холодно. И был колотун там дикий совершенно в камере. Вот. Ну, и все. Остальное все нормально. Ну, привыкаешь по всему к этому. Знаете. Ну, конечно, приятно, когда выходишь. Я понял, что я первый раз сам погасил свет. Свет-то не ты гасишь, а охранник гасит. Я вот сам погасил. Большое удовольствие, между прочим. Вы с Путиным много раз встречались? Нет. Нет. И тогда, когда мы действительно встречались, я был пару раз на совещаниях, которые он проводил. Ну, там один раз на каком-то таком полуофициальном обеде, где был человек тридцать, и тоже вот он был. Вот. А я там сидел в трех-четырех человеках от него. Но тогда он меня не отличал. Он меня стал отличать с тринадцатого года как раз, когда я написал про СМЕРШ и СС. Он почему-то очень сильно на это обиделся, и начались всякие приключения у меня именно из-за его какой-то обиды. Почему он так на это бурно среагировал, я не знаю. Вот с тех пор он меня стал хорошо отличать. Вы могли представить, что этот человек, если можно назвать его человеком, начнет такую полномасштабную, кровавую, грязную войну? Вы знаете, я, к сожалению, не знаю, как это оценивать, я был одним из тех, кто за несколько месяцев до начала войны считал ее неизбежной. И говорил об этом постоянно. Последний раз я об этом говорил в каком-то интервью вашему, какому-то вашему каналу украинскому, 23-го числа вечера. Вот. То есть, я считал, что неизбежна. Почему? А потому, что ему делаться было некуда. Он загоняет себя, ладно бы себя, всех нас, и вас, и нас, и мир, загоняет в абсолютный тупик. Просто в тупик. И у него нет Виктора Стретинша. Он не может ничего, кроме усиления давления, повышения ставок и так далее. Он, видимо, все рассчитывал с декабря 21-го года, когда они предъявили какой-то совершенно безумный ультиматум НАТО. Помните? Безумие какое-то полное. Вот оттуда он только повышает, повышает, повышает ставки. По-видимому, он считал, если попытаться реконструировать его мысли, я вообще считаю, что всегда надо пытаться встать на позиции оппонента или врага и так далее. Потому, что даже если вы, допустим, стреляете под движущиеся мишени, то у вас совсем мало шансов ее поразить, если вы не понимаете траекторию ее движения. Вы должны понимать его. Не важно, что он за человек, как вы к нему относитесь, как я к нему отношусь. Гитлера надо было понимать, полпота и так далее. Так вот, мне кажется, что у него не было уже никакого выхода. Он, видимо, думал, что Запад испугается. Он думал, что Запад испугается, но он не понял, что уже не 1938 год, а уже в тот момент был 1939, а сейчас, по-моему, уже 1942-1943. Но это благодаря вашим героям. Когда началась война 24 февраля? Признайтесь, вам казалось, что это все? Украина уже будет оккупирована и сдастся? Да. Я не думал, что вы сдадитесь. Я не думал, что вы сдадитесь. Нет. В это я не верил никогда. Весь этот бред нашей пропаганды, что ваши солдаты будут сдаваться в плен, что вы не будете воевать и так далее. В это я не верил ни секунды. Я понимал, что вы будете сопротивляться жесточайшим образом и будете стоять до конца. Тем не менее, я думал, что война будет складываться более благоприятно для вооруженных сил Российской Федерации. Тот героизм и тот профессионализм, с которым ваши ребята воюют, он был для меня неожиданным. Он восхищает просто. Просто восхищает. И, конечно, я еще до начала войны понимал, что все равно будет. Я даже и писал про это, что ваши солдаты будут сражаться за свою родину. Наши солдаты будут сражаться неизвестно за что. За Ладу Калину. Ну, да. Несерьезно. И поэтому, конечно, один ваш будет стоить десяти наших. Всегда так бывает, на самом деле. Но, конечно, что это будет так, в это я не верил. И это, конечно, просто восхищает. Просто восхищает. И я понимал с самого начала, что ваша война будет и за нас, как бы вы к нам не относились. Как бы ваши солдаты, ваши офицеры, ваши граждане не относились к России. Я понимаю, что они относятся к ней плохо. А как может быть иначе? Знаете, во время войны Оренбург написал стихотворение «Убей немца». Немца. Немца. Не гитлеровцы, а немца. Поэтому это все понятно, к сожалению. Тем не менее, объективно ваши солдаты сражаются за нас сейчас. И, опять же, я написал с самого начала, что все время нас в Ленина ругали за тезис желания поражения своему правительству. Я писал, что я желаю победы своей стране. Но победа моей страны не в военной победе в войне с Украиной, а как раз в поражении войны с Украиной. Наши войска ушли с Украины, чтобы судили тех, кто эту войну начал. В этом победа моей страны. И, конечно, я желал поражения своему правительству. И сейчас желаю. Семь с половиной месяцев длится уже эта война, страшная война. Унесшая сотни тысяч человеческих жизней уже. Скажите, что вы думаете об этих семи с половиной месяцах? Как вам сейчас, какой ваш взгляд на происходящие за это время процессы и когда, на ваш взгляд, все закончится? Ой, это вопрос президенту Зеленскому и вашему военному командованию. Я не знаю. Я не знаю, когда это закончится. Я только смотрю на это с надеждой. Но что значит, какой взгляд? Я не очень понимаю. Честно говоря, я не очень понимаю вопроса. Что вы думаете об этих семи с половиной месяцах? Какое вам видится эта война? Это страшное преступление моей страны. Это страшное преступление. Соразмеримое со сталинским ГУЛАГом, например. Соразмеримое с какими-то такими вещами. Это одно из самых страшных преступлений, которое было совершено именем России. Это одно из самых страшных преступлений. Я думаю, что мы, такие люди, как я, чувствуем себя сейчас так, как чувствовали себя немцы. Такие немцы, как мы, во времена Третьего Рейха. Ничего, кроме стыда за Отечество. К сожалению. Ну и потом, конечно, я, понимаете, я верю в вашу победу. Я верю в то, что после этой трагедии ужасной Украина восстановится. Что она станет сильнее, чем раньше. Что она станет, я надеюсь, вы будете членами НАТО и Российского Союза и так далее. Вот. Понятно, что вы будете теперь центром такого славянского и православного мира. Вы, конечно, а не Москва. Это ежу понятно теперь. А вот что будешь с нами? Мы-то, я думаю, не выскочим из этой трагедии. В общем, вот стыд за Отечество, прежде всего. Как вы думаете, что в голове у Путина сегодня? Сегодня еще не созванивались. Но я полагаю, что он верит в то, что говорит. Понимаете? Это ужасно. Бывает, когда политические деятели вешают, подвезут на народу лапшу на уши. Мы сами понимаем, что они вешают лапшу на уши. Потому, что это плохо, позорно, стыдно. Это еще полубеды. Совсем беда, когда они верят в то, что говорят. Мне кажется, что Владимир Владимирович действительно верит в то, что говорит. Он ушел в астрал. Он ушел в астрал. Он где-то там. Понимаете? Владимир Владимирович. Великий писатель, с которым я имел честь дружить. Он ведь, помните, у него там гениалиссимус в Москве с 2042 года. Он из космоса управляет. Гениальное произведение вообще. Абсолютно. У него масса гениальных произведений была. У Войновича. Вот. Прекрасный был человек. Вот. А какой самогон. Он сделал. Да. И картины писал, между прочим. Я имел счастье с ним неоднократно встречаться. Замечательный. Замечательный. Абсолютно самогон вы тоже должны знать. С таким чувством юмора, что дай Бог как. Да. Он совершенно гениальный. Гениальный человек. Вообще вот. Вот. Удивительно. Понимаете? Вот. Что одна и та же культура, одна и та же страна порождает и какого-нибудь там Патрушева, да? И Войновича. Знаете? Там Басилашвили. Басилашвили и Войнович родились в один день 26 сентября. Вот. А. 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 Вот. А. А. «Ты что, парень, ты совсем ку-ку? Что-то сказал, да?» Я помню, он выступал на каком-то образовательном чем-то. И человек скучный произносит, произносит, потом отрывается от бумажки и говорит. «Они же, американцы, они же буквально шарят по нашим школам, чтобы найти талантливых детей и вывезти их в Америку. Вот. Ё-па, ты чего?» «Ты чего? Кто тебе это рассказал вообще?» И то, что он говорит про Украину, это тоже правда. На самом деле, причиной этой войны, кроме всего прочего, была просто элементарная неадекватность. Вы помните, через пару дней после начала войны он обратился к вашим военным с тем, что они брали власть в свои руки? «Ты что говоришь-то, парень? Ты кому говоришь-то?» Вообще, ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? Ну, и то, что несла наша пропаганда, ну, совершенно расистские такие вещи про Украину и украинцев перед войной, перед началом войны. Ну, что вы все тут же зададитесь, понятное дело, что украинцы вообще воевать не умеют. В чем, понимаете, логики ж нихрена нету. Они тут устроили культ победы 1945 года, а кто победил? Что, украинцы не воевали? Они не участвовали, их там не было. Их там не было. Они все были предателями. То есть, ну, это же безумие полное. Но они же верили. Что они поперли-то на вас? Потому, что они верили, что они через 3-4 дня проведут парад в Киеве. На Крещатике они только забыли спросить вас, как вы к этому относитесь. Ну, Зеленский им устроил парад на Крещатике. Самую нашу технику захваченную показал. Хорошо. Молодцы. Вообще, вы заговорили сейчас о пропаганде. Какая удивительная вещь. В 8 с лишним лет эти бурдалаки нагнетали страсти, сеяли такую ненависть между народами. Лепили из Украины фашистское государство с президентом-евреем во главе. Самое интересное. А теперь они как побитые собачонки. Вот я сейчас смотрю, мне сбрасывают фрагменты. Мы в Украине не можем сегодня смотреть российский канал. У нас все заблокировано и правильно. Мне сбрасывают фрагменты Скобеева и Соловьева. Они уже ищут виноватых в провале России. Они скоро, наверное, на Путина попрут. Нет. Знаете, как сказать. Когда они попрут на Путина, значит, Путина уже нет. Вот. Это вот так, да? Значит, ну, знаете, когда вы слышите вот этот... Поезд снаряда, то уже поздно. Все. Он уже прилетел, да? То есть, это то же самое. Понимаете? Если там сегодня вечером Соловьев попер на Путина, например, то это значит, что сегодня утром Путин уже не стал. Ну, либо физически не стал, либо не стал как президент. Иначе быть не может. Но то, что начались разборки между собой, ну, конечно. Ну, они придумали классную вещь, что мы же не с украинцами воюем. Тут когда-то с НАТО воюем. Вот. Понятное дело. С НАТО вроде как не так позорно. Но все равно. Все равно ищут виноватых. И у нас, конечно, система идет в разнос. Понимаете? То, что эти два прекрасных человека, Кадыров и Пригожин, ну, ваши зрители, я думаю, знают, кто такой Пригожин, да? Ну, этот Побор, ЧВК и прочие радости, да? То, что два этих замечательных человека осмеливаются публично наезжать на генералов, оскорблять генералов, да? Я не к тому, что я не за честь генералов вступаю с меня на очкать, а просто вот то, что это происходит, да? Это, конечно, говорит о развале системы. Полный развалин системы. Ну, и вообще, я думаю, знаете, я думаю, что все это у нас. У нас, я не знаю, как будет на фронтах развиваться ситуация, естественно. Это Зеленского спрашивать, а не меня. Вот он, наверное, знает, где вы ударитесь дальше. Но вот у нас ситуация, мне кажется, подходит к своему концу, на самом деле. И подходит она к концу, вот почему. Не потому, что там аморально, тупо, уже давно аморально, тупо. А потому, что Владимир Владимирович за все, сколько уже, 22 года своего замечательного, блестящего правления, вот, кстати, помните, царство Николая Первого называлось потерянное царство. Потерянное царство, а здесь не потерянное, здесь еще хуже. Ничтожил вообще страну. Просто, вообще, знаете, вот, я вам скажу, как я сказал, что я не могу, я ему не прощу уголовного дела против моей жены, вот, потому что что-то за мужик-то вообще, как можно так себя вести. Вот, как гражданин России, я, конечно, не прощу уничтожение моей страны. Она просто уничтожена. Она просто уничтожена сейчас. Вот. Так вот, что сейчас произошло? За все годы своего правления он впервые вступил в резкое противоречие со своей базой поддержки. С теми людьми, которые верили ему. Ведь для диктатуры поддержки нужна, база, народная поддержка, нужна больше, чем для демократии. Потому, что, понимаете, вот, смотрите, вот президент Зеленский, допустим, да? Допустим, там, не дай бог, у него рейтинг пойдет вниз сильно, да? Вот сильно пойдет вниз. Вообще, упадет куда-то, к черту, к зубу. Вообще, совсем упадет, к нулю пойдет. Тем не менее, президент Зеленский будет президентом Украины до следующих выборов. Правильно? Потому, что у вас демократия. Ну, что, понимаете, нормально, да? Или там президент Байден. Он до нуля может дойти рейтинг. А он до 2024 года все равно президент. А когда это диктатура, да? И у тебя упал рейтинг. Тебя уже и нету. Так вот, смотрите, что он сделал. Он впервые влез в семьи своего электората, своей базы поддержки. Потому, что, да, они, конечно, говорят, значит, там, что они против Украины. Там нацисты, там пиндосы, там, что угодно. Значит, давай, бей их там. Да, да. Только это как хоккейный болельщик с дивана. Понимаете? На диване? Я говорю, давай, ребята, бей, да. Я же на поле не выхожу. А тут говорят, пожалуйста, побывать надо. А они не хотят. Мы так не договаривались. Так, слушайте, я не знаю, сейчас читал, конечно, пойди проверь, что с 21 сентября Россию покинуло 700 тысяч человек. 700 тысяч человек. Не самых худших, как мы понимаем. Вы знаете, нет, сейчас это другая волна. Не самые худшие, как выразились, выехали после 24 февраля. Когда начался исход. Просто исход тогда. И тогда выезжали интеллигенции, выезжали такие люди либерально настроенные. Люди, которые не хотели не только погибать, но и убивать. Понимаете? Которые понимали преступность происходящего и так далее. Сейчас рванули. В общем, многие те, кого могут забреть. Понимаете? Которым наплевать, может быть, и на Украину. Я не знаю, но там, может, наплевать на Украину и на все. Они на фронт не хотят. По крайней мере, эти тоже там есть. Просто вот те, кто не хотят на фронт. Вот 700 тысяч человек с 21 сентября. Что делается на границах? Что делается на самолетах? Я же сейчас, когда выезжал, мне, слава богу, достали билет на ту же ночь. И я летел на Тель-Авив. Что достали? Что достали? И билет стоил больше 10 тысяч долларов. Да вы что? One way. А на следующий день летела моя жена. Она летела на Берлин. По-моему, 12 тысяч долларов. И летела она 36 часов. Москва. Берляж. 36 часов. 12 тысяч долларов. Что в таком духе? Не я брал билеты, естественно. Я в Тель-Авиве сидел, мне было не на того. Но да, это теперь нормально. У меня у приятеля сын сейчас вылетал в Ереван. 600 тысяч рублей. Это где-то 11 тысяч долларов по нынешнему. Так выпьем за авиакомпании, которые озолотились. Ну, не АСК. Не то слово. Не то слово. А на этом переходе российско-грузинском, северной осетии, Лахский переход. Верхний Лахский, как он называется. Значит, грузины сказали, что они разрешают переходить границу пешком. Ну, хорошо. Спасибо, конечно, на наши. Не разрешают переходить пешком, а разрешают переходить на велосипеде, на самокате. Вот. И у нас же теперь есть выражение философский самокат. Вот. Ну, ладно. А ты приезжаешь. Кроме того, они мобилизационный пункт открыли прямо там. То есть, ты приезжаешь, а они тебя... Иди сюда, парень. Вот. Как раз мы тебя и ждем. Так вот. Ты в велосипед. Ты приезжаешь туда. Тебе нужен велосипед, чтобы перейти границу. Ты его покупаешь за 50 тысяч рублей. Дальше ты переходишь с ним границу. Нафига он тебе дальше нужен. Ты его продаешь за 5 тысяч рублей. Дальше его везут обратно и продают за 50 тысяч рублей. Прелесть. Красиво. А где там люди на холоде сутками? Это вообще жуткое дело. Что вы видите дальше? Внутри путинской элиты. Вот мы видим, началось брожение. Путинская элита способна его отстранить от власти? Отстранить от жизни? Я не знаю. На что она вообще способна? Вы знаете, этого никто не знает. Он их подбирал по принципу, чтобы они все были овощи. Конечно. Он их так подбирал. Сильных людей, самостоятельных людей, ответственных людей. Практически, конечно, немного. Как минимум. Кроме того, Владимир Владимирович, если в чем профессионал, так это в защите собственной безопасности, здоровья и так далее. Он этим занимается. Серьезно все же видят эти бесконечные столы, две трамвайных остановки и так далее. Тем не менее, поражение на фронтах и падение экономики к чему-то могут привести. Это не обязательно табакерка. Это не обязательно... Вариант императора Павла Петровича, 1901 год, граф Палин и так далее. Не обязательно. Это может быть как-то иначе. К ним могут прийти двое-трое тех, кому он более-менее доверяет из ближнего круга, и сказать, Володь, вот, все, задница. Приехали. Ничего сделать не можем. Давай, ты полен, ты чего-то с полным уважением, естественно, с полной безопасностью. А будет вместо тебя пускай Петя. А Петя выведет войска с Украины, скажет, что это была ошибка, погорячились. Ну, и как-то будем возвращаться к нормальной жизни. Потому, что, понимаете, что интересно. Вот у всех... Ну, вообще, когда что-то делается... Бурная, резкая в стране. Война, реформы, чего-то. У этого чего-то есть бенефициары. Кто-то с этого получает. Вот у Александра Второго, когда Александр Второй проведал великие реформы, были бенефициары. Ну, понятно, какие. Люди получали свободу. И бенефициарами была такая либеральная часть общества, которая тоже этого хотела. Окей. У Ленина тоже были бенефициары. Были люди, которые... У Гитлера были. Вообще, у всех были. А здесь я не понимаю, кому на Руси жить хорошо. Понимаете? Я не понимаю. Всем хреново. Всем. Абсолютно. И вельможному боярину, министру государеву тоже хреново. Понимаете? Вот. Поэтому показывали... Я уже к тому времени вышел из Зиндана. Значит, и видел по телевизору. Там в доме в одном был. Включен телевизор. Трансляция этой всей церемонии, когда он подписывал вступление части Украины в Россию. Бред какой-то. Вот. А у нас же, знаете, как здесь шутят? Что Лиман вышел из состава России. Да, да. Это прекрасно. Нет, вообще, не знаю. Кроме всего прочего, еще... У нас один политик есть. Мы смеемся все над ним. Николай Тищенко. Он бывший ресторатор. Стал потом политиком. Он написал прямо. Лиман наш. Какая прелесть. Какая прелесть. Но демократия. Ну, конечно. Так и должно быть, Господи. Так и должно быть. Так вот, это самое... Чего я хотел сказать и забыл. Вы смотрели церемонию. А, да. Смотрю церемонию. Смотрю церемонию. Замечательно. А, знаете, самое интересное всегда, как в том анекдоте, наблюдение за наблюдающим. Интересно смотреть за залом. Понимаете? Я вот несколько раз был на Петербургском экономическом форуме, где выступал Владимир Владимирович. Я всегда ходил. У меня был бейджер, который позволял быть в зале в этот момент. И я не столько его слушал, сколько смотрел, как реагируют люди в зале. Это самое интересное, на самом деле. Так вот, показывали зал. Там не было ни одного счастливого лица. Понимаете? Он делает что-то, да. Смотрите, он же классно присоединил территории. Он собирает русские земли вообще. Но все же классно, на самом деле, да. Где счастье, где радость. А ведь это сидят верхние бояре. Это самые верхние бояре сидят там. Не знаю, человек 200, сколько я там сидел в этом зале. Больше, больше. Может, больше. Но это верхние бояре. Это самый-самый верх. И нету радости. Нету радости. На бокседатах с мрачными рожами. Абсолютно мрачные. Они понимают. Кстати, не только они понимают. Вот когда в феврале 2014 года моя страна к стыду нашему аннексировала Крым, я помню митинг-концерт на Васильевском спуске. Я всегда хожу на такие мероприятия, хотя мне говорили, не ходи, морду набьют. Узнают и набьют морду. Ну, как-то, Бог милого. Так вот, я вам скажу. Опять же, к стыду нашему. Нам счастье было. Было? Да, да, да. Люди были счастливы. Это на самом деле было. Понимаете? Это ужасно на это смотреть. Отчего вы счастливы, идиоты? Вот. Но они были счастливы. А вторая, по-моему, нет, третья годовщина Крыма. Я тоже был. Они уже проводили не на Васильевском спуске, а на Ленинских горах. Там возле университета. И там уже были студенты, которые там пригнали за 300 рублей. Там уже были какие-то шестеразрядные группы. Там уже была тоска. Уже всем было на все начихаться. Так вот, сейчас они показывали Красную площадь. Они там нашли, камера нашла. Одну какую-то девчонку, которая смеялась, подпрыгивала и так далее. Одну. Мы не знаем, от чего она смеялась и подпрыгивала. Может, она со своим парнем помирилась. Может, еще что-то. Мы же не знаем, мы же не спросим. Но она была одна на площади. Потому, что ее все время и показывали. А все остальные стоят такие, знаете. Флагом машет. Но Ахлобыстин вам хоть понравился на Красной площади? Ахлобыстин я нежно люблю. Поскольку не нравится. Конечно. Ахлобыстин всегда прекрасен. Когда он стал кричать Гойда, мне просто привиделось, что сейчас Ленин встанет. Вы же мне привели пример этого ваша, который сказал Иван Наш. Ну, дайте нам право на идиотов тоже. Ваше мнение? Что произойдет с Путиным? И что произойдет с Россией? Ну, это не совпадающая вещь. Я полагаю, что через какое-то время Путин тем или иным способом уйдет от власти. То или иное. Это долго ждать или нет? Думаю, что уже нет. Месяцы? Это зависит от фронта. Зависит от фронта. Абсолютно. Здесь я ничего не понимаю. Абсолютно. Сейчас начнется осень, распутится, позу фронта остановится. Не сможете наступать в ситуации. Я вас не знаю. Не могу ничего вам сказать. Но в зависимости от положения на фронтах это, конечно, произойдет. Ну, потом как-то нет основания считать, что Запад дрогнет сейчас как-то. По-моему, нет. Там они, может, и делают меньше, чем многие бы хотели. Меньше участвуют, чем многие бы хотели. Но сдаваться они, по-моему, не собираются. Что-то видно такого. Вот. Так, значит, думаю, что Путин тем или иным способом уйдет от власти. Там останется в этом мире. Останется в этом мире. Это другое. Совершенно. Что может быть с Россией? Есть несколько сценариев. Все довольно хреновые, надо сказать, для нас. Хорошего я особенно не вижу. Хотя черт его знает. Значит, один сценарий, что на какое-то время к власти придут откровенные уже отморозки. Типа Пригожина, Кадырова, вот эта вся публика. Они могут на какое-то время захватить власть Москвы. Тоже в крови, тоже там с перестрелками, со сражениями внутри и так далее. Ну, гражданская война, в которой эти отморозки на какое-то время могут победить. Я полагаю, что они очень недолго будут власть, хотя они очень многих могут власть за это. Другой вариант, что к власти придет кто-то из ближайшего окружения Владимира Владимировича. И это будет хорошо. Это лучше для нас сценарий. Потому, что не то важно, насколько этот человек приличный человек или негодяй. Это менее важно, мне кажется, чем то, что поскольку действия Владимира Владимировича по отношению к миру противоречат интересам его ближайшего окружения. То этот человек, каким бы и кем бы он ни был, он будет возвращать в нормальную жизнь. Он постарается восстанавливаться отношения. Он постарается выходить из состояния глобальной войны с Западом. Ну, и с вами, естественно, тоже. И будет как-то воска отводить. Будут какие-то примирительные жесты делать. Будет обмирить. Это может быть Мишустин, Собянин, да? Да хоть Сечин. Хоть Сечин. Я не думаю, что это был Патрушев. Мне Патрушев кажется искренним таким. Патрушев, думаю, на это не способен. А любой другой, мне кажется, вполне может. Вполне может. И не то важно, как он там замазан. Понимаете, с ним будут разговариваться. Слушайте, если англичане и американцы в 1944-1945 готовы были и пытались разговаривать с Гиммлером. С Гиммлером. Исчадие ада. Дьявол воплоти. Да, да. Да. Ничего разговаривали. Вот. И может, они бы его кинули потом. Конечно. И все равно повесили. Еще может быть. Но пока я с ним разговариваю. Поэтому разговаривать будут со всеми. Это хороший вариант. Это, пожалуй, самый спокойный для нас. За ним уже потом может быть и восстановление нормальной жизни, демократической жизни и так далее. Вот. И если у нас будет когда-нибудь демократическое правительство, нормально, то я думаю, что оно будет озабочено восстановлением отношений с Украиной. Что будет предполагаться, как мне кажется, в качестве двух необходимых шагов? Это, во-первых, признание преступности этой войны. Как современные немцы признают преступность этих войн, которые вел Гитлер. И, конечно, заявление о добровольной выплате репарации. То есть, не ждать международного суда или чего-то, который потребует Российская Федерация. А сказать, что да, мы, поскольку мы признаем, что это было преступление, мы да. Ну, и дальше мы хотим вступить в переговоры о сумме этой репарации, мы готовы выплачивать. Ну, и понятно, что лидеры новой страны должны будут с вашего разрешения, если вам будет дано, приезжать и там преклонять колено перед эмириалами жертв и героев и так далее. Это символические жесты будут абсолютно нужны. Есть еще один сценарий, очень плохой для нас и для всего мира, боюсь. Это распад страны, которая будет сопровождаться войной, внутренней войной. То есть, понимаете, я не имею ничего против распада страны нашей, потому что, ну, мне кажется, что люди должны жить вместе тогда, когда они этого хотят, да, а не тогда, когда их заставляют. И поэтому, если бы там, я не знаю, при нормальной мирной жизни, там, референдумы на Северном Кавказе, референдумы в Якутии, референдумы в Тарстане, референдумы в Ленинград, Дальний Восток, то, ради бога вообще, по-настоящему. Для меня это вот совершенно без разницы. Я хочу, чтобы люди жили хорошо, а не чтобы границы были вот здесь. Но если это будет распад, будет, а он возможен в случае поражения, потому что тогда какая-нибудь там регион Россия, а нафига нам с этими лузерами? Они влезли в войну, они войну проиграли. Теперь впереди репарации. Да мы лучше выйдем и скажем, мы к этому вообще никакого отношения не имеем. Мы не слушаем, ну, это не наше. Это не наше, ребята, это вот вы с русскими разбираетесь, а мы Дальний Восток там или еще что-то. Это не мы, да? В этом случае, я боюсь, это будет сопряжено с войной внутри. Правопролитной войной, страшной. А еще ядерное оружие. А ядерный удар вообще России по Украине, вы верите? Да. Да. Но я думаю, что если это будет... Ну, я не вижу выхода. Понимаете, нет же Виктора Страхиджа. Ее же нету, ну, победной стратегии, да? Ее нету. Ну, хорошо, можно сейчас взять еще 500 тысяч реализованных и кинуть их на фронт. Да? И ваши вооруженные силы их уничтожат. Дальше что? Дальше что? Ну, убьем еще 200-300 тысяч человек уже своих теперь, да? Ну и что? Понимаете, это же ребята, которые не будут воевать, на самом деле, и не умеют воевать. Губернатор одной из наших областей сказал сейчас, что у него алкоголики заканчиваются. Значит, ему дали разнарядку, он алкоголиков туда кидает. Ну, они люди бесправны, в случае чего врывы дали, и нормально, да? Мне говорили, не знаю, правда это или нет, что Сергей Сергеевич Собянин, как человек высокотехнологичный такой, он мобилизует мигрантов. Обещая мигрантам за полгода службы московскую прописку. Это не бойцы, понимаете? Это не бойцы. Вот, поэтому, значит, ну хорошо, кинем еще. Ну, дальше что? Дальше уже ресурсов нету. А у вас, ну, про михи, они же конечные ресурсы у России, откуда вы еще взяли-то, да? Ну, там Иран нам там что-то продает помаленьку. В общем, это все не решит проблему. А у вас-то, как я понимаю, ресурсы возобновляемые по закону о линглизе, да? То есть, у вас они бездонные, у вас они бездонные, как они были у Сталина во время Второй мировой войны, да? Когда вы подписаны закон о линглизе, Гитлеру, может, тогда забыло застрелиться и мучиться, да? Ну, все, все, ребята, ну, закончилось, да? Мне кажется, что-то похоже на нас сейчас. Поэтому я, к сожалению, не вижу варианта, кроме атомной бомбы, тактической. Есть, правда, два хороших шанса. Один шанс, что приказ не будет выполнен. Ну, потому что это же не просто там кнопочка, и дальше все понеслось в автомате. Нет. Это кнопочка-кнопочка, а дальше там генерал-полковник, майор-канал. Не то, чтобы эти генералы-полковники, майоры скажут, нет, мы, русские офицеры, не будем там убивать невинных людей. И там, да, ничего этого не будет, да? Просто бомба не полетит. Почему не полетела? Это, этот виноват. Скажите, не я виноват, а вот этот виноват. Ну, как у нас обычно бывает, да? Вот. Как меня отпустили. Бардак, понимаете? Есть шанс. И еще, конечно, есть шанс. То есть, есть шанс, что он не полетит. Есть шанс, что ему не дадут отдать такой приказ. Что его же люди скажут, ну, ты совсем с ума сошел. Это нельзя, да? Если это будет сделано, то по всей вероятности будет какой-то очень жесткий ответ Запада. Да. Очень жесткий. Ну, не знаю, там говорили о ударе по шахтам нашим, пусковым. Чтобы решить возможности термоядерной войны. Я не знаю. Я не знаю, что будет. Опять же, я не военный. Откуда не знаю. Но что-то такое будет. В общем, я не думаю, чтобы использование ядерного оружия могло привести к... Я не думаю. Я вам задам последний вопрос. Вы в Россию вернетесь? Как только, так сразу. Как только, так сразу. Я, Адмитрий, я не в эмиграции. Я в изгнании. Я не кидал по поле боя. Меня вынесли на носилках после тяжелого ранения. Совершенно разные вещи. Я вернулся между собой. С женой вернулись. Это было наше консенсусное решение. Ради сохранения чувства собственного достоинства. Мы не хотели им поддаваться. Не хотели им поддаваться. Мы знали, куда мы возвращаемся. Прекрасно понимали, что наиболее вероятно, это тюрьма. И я, не знаю, не поверите ли, я был абсолютно готов умереть в тюрьме за право быть самим собой. Это не значит, что я хотел. Поэтому, когда удалось выскочить, я, конечно, очень рад. Я не стремлюсь к смерти. Хотя я был, на самом деле, готов. Ну, конечно, вернусь. Как только, так и сразу. И очень многие вернулись. Это совсем не та эмиграция, которая уезжала добровольно. Мне очень хотелось бы сделать с вами следующее интервью, когда вы будете находиться в Москве. Это будет означать, что все закончилось хорошо. Мы будем надеяться. Спасибо вам. Держитесь. Вам спасибо. Спасибо.